Темой сегодняшнего доклада являются сопряжение и гумарное разложение слов ориентирован в тринных образах. Значит, слово сопряжение у Майцаки, статья Майцаки, оно звучит как conjugation. Это понятие он, скажем так, ввёл в силу того, что не выполняется в условии единственности, но обо всём по порядку. Сначала я хотел бы, скажем так, обрисовать общую схему статьи. В статье, перед тем как приступить к исследованию нетривиальных узлов и, соответственно, их примарного разложения в трехмерных многообразиях, необходимо определиться с тем, как выглядят трехмерные многообразия. То есть, какие они могут быть, что они себе представляют. Здесь я обратился к книжке Сергея Владимировича, декции о корнях и разложениях трехмерных топологических объектов. Там дана теорема... Это что, за книжу заказать? Такя, что ли? Да. Я не знаю, о чём вы как-то, не по делу говорите. Ну, я хотел бы начать вот с чего. Не философия, а математика. Определение, теорема, доказательство. Определение, теорема, доказательство. Может быть, не доказательство. Ну, я хотел, скажем так, определить трехмерное многообразие. Все знают, не надо дальше. Ну, хотя бы сказать, что трехмерное многообразие, оно гомеоморфно, связанное к сумме вот такой вот. В такой связанной сумме, то есть где, значит, слагаемое S2 на S1 вот в этой связанной сумме, Оно может, значит, либо его может медлить, либо оно может встречаться M1. Вот, то есть... Так, Мариней, ты сейчас написал разложение на примарный слагаемый. Как они называются? Я все время путаю. Это... А еще какие есть? Неприводимые. А, неприводимые, вот. Это другое. Я хотел, в общем, дать определение, что такое неприводимое многообразие, что такое примарное многообразие, и сказать, что существует единственное ориентированное двухмерное многообразие, которое является примарным и приводимым, и это S2 на S1. Какое это отношение имеет к вашему докладу? А вот сейчас я скажу. Это вот какое имеет отношение. Значит, Маяцаки рассматривает, как бы, ну, можно сказать, два случая. Тогда у нас многообразие содержит в своем, так скажем... Разложение S2 на S1 и не содержит. И не содержит. А если это многообразие... Вот я вот... Ну, как бы, написал... Писать для... Писать для... Значит, вот этих слагаемых, связанных с умной, их М штук, где М, значит, у нас больше либо равно 0. Вот можно условно рассмотреть два случая. Да, мы не рассматриваем, конечно, случай, когда у нас X равно S3, как я понял. Вот. То есть мы не рассматриваем... Тривиальный, получается, случай. Нас интересует... Либо, ну, в общем, многообразие с S1, ну, я так напишу условно. Многообразие с S2 на S1 и многообразие без вот этого слагаемого. Значит, P... Погоди, значит... Рассматриваются трёхмер... Для простоты рассматриваются трёхмерные многообразия, которые не обязательно примарны, но в разложении которых нет S2 на S1. Может быть, а может и не быть. Тогда два случая. Вот, два случая. Сначала давайте рассмотрим случай не S2 на S1. Но само многообразие не обязательно примарное. Оно примарное, так как оно не содержит S3 и непредставимое в виде интервиальных слагаемых. Ну, является примарным. Да. Но, значит, вот этот вот автор рассматривает узлы в произвольных многообразиях или в примарных? Ну, в произвольных... Получается, в произвольных. В произвольных без S2 на S1. А потом, значит, вместе с S2 на S1. Нет, это я так делю условно. Просто это следует из его статьи. Ну, надо ли разделять так или не надо? Я думаю, стоит, потому что в случае, когда многообразие S1 на S2 не ходит, то там всё хорошо. С существованием единственностью примарного разложения нет реальных условий. И там явления сопряжения нет. Да, там явления сопряжения нет. А сопряжение появляется, когда появляются слагаемые S2 на S1. Да-да-да. Ну, может быть, нам тогда и ограничиться этим случаем, раз нам хотелось бы понять, что за сопряжение в узлов такое, то вот давайте возьмём... Да. Да. А пока про узлы не сказано. Пока просто класс многообразий. Слух уже говорить про узлы. Тему доклада с узлами. Я написал вот это с единственной целью, чтобы показать, что, ну, как бы, все трехмерные многообразия можно условно разделить на два вот таких случаев. Нет, в том случае, M больше 0, M равно 0. Всё. Не, разбивать можно на разные глупости. Зачем многословы? В случае 1, M равно 0, в случае 2, M больше 0 и... Ну, теорема существования для этого и для этого случаев, вообще говоря, совпадает. Поэтому я её запишу, как бы, её формулировкой. Давайте формулировку теоремы. Давайте формулировку теоремы. Давайте формулировку теоремы. Для формулировки тебе нужна операция, связанная с суммированием узлов? Ну, ладно, пишем формулировку, да. Значит, можно я внесу коррективы небольшие? А именно, значит, вот то, что вы теорему Миллнору упоминали, это от лукавого. Она здесь абсолютно ни при чём. Утверждение такое, что, ну, вообще, многообразие, все трёхмерные, и приводимость тут ни при чём абсолютно. Делятся на два класса. Те, которые содержат нераспевающую двумерную сферу. И те, которые не содержат. Да. Вот два класса. Для одних... Не, ну, мы понимаем, примерно это и было сказано. То есть неисполагаемые двумерные сферы для них нету. Да. Ну, это можно было не говорить, вот сказать, как я сказал. Значит, вы сейчас какой случай рассматриваете? Я рассматриваю вот этот и этот случай, и для них теорема существования, как бы, ну, совпадает. Случаев только два. Один, когда есть... Оба рассматриваются. Это теорема для обоих случаев. Ну, ну, над чём Миязаки там работал? Да. А это потом. Потом обещали. Сейчас я... Не, чё-то я не понимаю. Не, чё-то я не понимаю. А? Да, ещё сейчас. Впереди ещё теорема единственности, теорема не единственности. И там я покажу, что он использует теоремы не единственности, как раз вот отношения... Погодите, а разве за счёт вот этого С2 на С1 нельзя каждый узел вот докидывать? Ну, сейчас... Ну, у вас хоть что-нибудь сформулирует, если очень. Теорема существования. Значит, нитривиальный узел К нашла трёхмерного многообразия Н. Ну, Миязаки обозначает это как пару МК, только вот К курсины. То есть узел на количество многообразия Н. М на самом-то ориентире, да? Да. Да, да. Так вот, этот узел является... Называется... Переманно разложимым... Переманно разложимым... Как называется? Или является? Переманно разложимым... Нет, не называется, а является просто... Это в определениях обычно не называется. Тут... Ну, и можно просто сказать, идеальным узел К, который в трёхмерном многообразии является приманно разложим. Тогда и только тогда, когда М, это Меридиан, Меридиан содержится на границе Е от К. Где Е от К, это в сторонке напишу я... Меридиан чей? А вот сейчас... Меридиан, где Меридиан содержится... Меридиан, К... Условия пишем для него сейчас, условия пишем. Я перевёл как необходимым в Е от К. Правильно ли я перевёл его? У меня будет некоторые сомнения. Существенно. Лучше сказать точно. Переводите не важно как, смысл скажите в чём? Нетривиальная крива получается? Не знаю. Какая кривая нетривиальная? Тривиальная. Ну, что меридиан этой окрестности? Меридиан узла нетривиальная крива нередко. А это вообще бывает тривиальная? Бывает. Тривиальный диск тоже ограничивает. Внутри. А, ну так это в S2 на S1 такое может быть. Ну, да. Ну, что касается доказательства, там немножко не осознался я пока. Потому что у меня, так скажем, с метилом записи мне было достаточно тяжело представить что это такое. Ну, что там, конечно, не только получается. Вот я не смогу представить. Это дополнительное пространство узла написано. Ну, да. То есть, вот уйдем, скажем так, в наш узел К. И, значит, N и K это регулярная окрестность узла. Вот. Регулярная окрестность узла. Ну, это все находится в многообразии N. И N минус внутренность это получается то, что остается. Вот. Ну, да. То, что остается. И граница вот этого всего. Это получается... Граница Тор. Это самая вот наша... Что? Тор этот? Тор. Да. Это Тор. Двумерный Тор. Да. Вот. Это этот самый Тор наш. Ну, не Меридиан. Меридиан это получается у Тора. Не Меридиан у Тора, а у Меридиан этой окрестности. Меридиан этой окрестности. Это кривая, которая ограничивает диск в этой окрестности. Нарисуй диск, который и пунктирует с той стороны, и точечку поставить, пересекающую узел в одной точке. Вот. Это Меридиан. Да, да. И там еще сказано, что Меридиан является корректно вложенным... А! Нет. Диск, ограниченный Меридианом, к тому же является корректно вложенным... Ну, вот наш, всегда, называется Меридианом. Ну, просто Меридианом. Да. То есть, Меридианом, к тому же там единичке. То есть, там везде это просто упоминается. Конечно, да. Это что, пересеченое с К? А пересечение у тебя? Там в Меридианом написано... А, у Меридианом. Может еще. Вот. Это, видимо, как раз это имеется в виду. Получается. То есть, вот он, этот Стан Меридиан. Вот. То есть, не внутренностям? Конечно, да. Вот. Это, вот, теоремое существование. Существование чего-то? Значит, существование примарного разложения нет идеального узла. У нас что такое? А, видимо, примарное разложение? Нет, его нету пока. Говорится, что оно существует. Тогда и только тогда, когда узел не пересекает. Нет. Многообразие, возможно, есть С2 на С1, но узел, главное, не пересекает его вот так, таким образом. Вот это правильно, да. А что, там действительно, если вот у узла есть Меридиан, который чего там? В дополнение... Снаружи диск не должен ограничивать, да. А, но это эквивалент тому, что нету сферы, которую узел пересекает в одной точке. Ну да. Ровно это и сказано. Но оно сказано дважды и разными словами. Почему вот эта фраза о том, что М нетривиальная кривая в Е от К, эквивалентна тому, что не существует сферы пересекающей узел в одной точке. А где про сферу-то сказано? Вот это утверждение эквивалентно, его можно трактовать еще, вот это утверждение, эквивалентно тому, что не существует сферы многообразии, которая пересекает узел К в одной точке. Нет, ну это так. Просто это звучало, как было сказано. Ну это так фигуральничает. Когда мы проводим инструкцию по сфере, то есть число точек, которые мы пересекаем, их больше одной, их две подачи. Это непонятно пока, о чем речь идет. То есть это вот... Это вот теорема существования. Для обоих случаев она выполняется. Какие два случая? Есть С2 на С1 или нету? То есть есть? Нет, нет, тут прозвучало понятие «примарное разложение», но оно звучало... Нет, не звучало, надо описать. А каких редукциях речь? Еще понятия не определили, а уже и в теореме используют. В идее нужны определения не то теоремы. Да. Пока вы стираете. То есть мы, по-моему, на одном из прошлых семинаров разбирали, что если узел такой, что для него найдется вот такая сфера, пересекающего в одной точке, то тогда этот узел примарного разложения не допускает. Да. Ну, не помню, разбиралось это когда-то или нет. Нет, разбиралось это. Ну, там как-то вроде докидывать можно эти. Да, да, да. Так что вот такой случай, там ответ определенный. Если сфера такая есть для узла, то узел не раскладывается. Но теорема утверждает, что это и в обратную сторону тоже работает. Если их нету, то есть разложение. То есть разложение. Мы еще не вспомнили, что такое примарное разглашение. Определяем, определяем. К. К. Женщина. В. Время. Прямо разложим. Если... А, я теряю немножко выру. Я помню, что антериальный тезер мы берем, и с помощью сферической редукции мы отекаем общество. Вы вообще должны сказать, что такое примарный узел. Нет, нет, примарный узел. Я помню механизм от получения. Нет, примарно разложим, если существует сфера с какими-то свойствами. Нет, неправильно. Примарно разложим, хотелось бы, чтобы это была конечность. Сейчас, надо вообще раз на классиков, а именно на теорему Шуберта. На теорему Шуберта. Нет, может быть так, узел не является примарным, если... Миш, знаете теорему Шуберта? Теорему Шуберта? О разложениях узлов. Я знаю. Ну, это неправильно. Узел В3 является примарно разложимым. А, является примарным, если не существует какой-то сферы. Теорему Шуберта или определение примарного узла? Понятие. Вот это определение примарного узла и теорема, они есть у Шуберта изложены. В этом... Здесь вот тоже они там есть, но поскольку тут путаются всякие еще там эти сферы, еще там трудней. Давайте для простого случая поймем, что такое примарный узел в классическом смысле. И что такое разложение? Или как там это? Значит, примарный узел это узел, для которого любая сфера тривиальна. А что значит, для которого любая сфера тривиальна? Ну, то есть пересекающий его в двух точках ограничивает шар с тривиальной дубой. Да. Вот. Узел называется примарным, если чего? Если любая сфера, пересекающий узел в двух точках, ограничивает шар, пересекающий узел по тривиальной дуге. Ну, можно так, да. Так, вот примарный узел. Это как у классика? У Шуберта. Примарный узел. А не примарный, если есть. Который разбивает на два шара с тривиальной дугой. Теперь, что значит... Наверное, у Шуберта еще было такое понятие, связанное с узлом. Да. Наверное. Ну, чтобы раскладывать-то. В этом случае, как связанная сумма? Как два узла суммировать? Ну, в этом случае, значит... Так, давайте будем понять, что словами говорим. Итак, первое понятие. Здесь просто по аналогии переносим. Примарный узел. Нет, нет. Пересходный я пишу. Примарный узел. Примарный сфере, например. Нет, нет. Мы сразу пишем определение для нашего случая. Примарный узел К в Х. Ну, узел называется примарным, если для любой двумерной сферы в Х, такой, что С2 ограничивает шар в Х и пересекает узел К в двух точках, значит, К, пересеченный с этим шаром, тривиальная дуга. У вас бы эти специалисты по теории чисел бы убили, вот такие определения. Дайте мне определение, что такое простое число? Ну, это на себя именится. А? Что? Число называется простым, и сегодня... А, вы за то, что я не сказал, что нетривиальный узел? Да нет, нет, нет. Узел примарный, если любая связанная сумма, состоит из тривиальной... Нет, подождите, мы на Шуберта опираемся. Мы на Шуберта опираемся. Сейчас, сейчас, секундочку. Вот чтобы с числом разобраться, чтобы сказать, что число простое, надо понимать операцию умножения, правильно? То есть число простое, если его нельзя представить в виде произведения двух чисел, отличных от него, от единицы, да? Вы сами ратовали на Шуберта? На Шуберта. Что на него надо напирать? Да. Просто переносим его определение. Шуберт, он так и говорил тоже. Узел сначала дается определение связанной суммы. Можно ли дать понятие примарного узла без связанной суммы? Не знаю. Я предлагаю вот это понять. Корректно ли это определение? Не знаю. И совпадает ли оно? Слушай, по-моему, там оно и есть. Надо посмотреть и все. Ну, нелогично это. Почему нелогично? Нам нужно лишнее случиться. Нет, оно верно или не верно? Любая сфера, ограничивающая шар, пересекает узел под реальной дне. Я вообще не знаю. Это какая-то ерунда. Нет. Это правильно. Почему ерунда-то? Ну, возьмите шар, нарисуйте трелесник. Нарисовать. Сферу пересекает сферу. И пересекает сферу. Нет, а почему обязательно такую-то? Ну, а какую вы хотите? Чтобы внутри оно закручивалось еще что-то. Узел внутри будет и все. Не понимаю? Нет. Ну, как узел внутри может быть? Может. Вот он есть, тривиальная дуга. Нет. А не тривиальная? А не тривиальная? Почему она тривиальная? А, подождите. Для трелесника такой сферы нет, конечно. Потому что трелесник примарный. Ну вот. Поэтому сферы такой нет. То есть любая сфера ограничивает шаров с тривиальной дугой. Видите, как это... Что? В чем проблематика? Проблематика в том, что если дать определение связной суммы, и сказать потом, что примарный узел, который не раскладывается, будет гораздо проще. То есть вы предлагаете привлечь лишнее понятие для описания примарности? Связной суммы вы не обойдетесь. Вот здесь вот. Вот я разве не обошелся. Сергей, давайте различать простота и правильность. По-моему, не привлекая лишней сущности, это есть простота. Одно дело, стремимся хоть как-то поймать понятие, а другое дело, каким-то оптимальным образом. Я хотел просто показать, как я говорю, даже более глагартические идеи, понимаете? Сергей, вы же стали выбирать на существование сфер. Вот у нас было без сфер. Да, да, да. Вы же сами первый начали. А потом стали говорить, ну это же просто на языке существования каких-то сфер характеристических можно определять понятие. Ну все согласились, ладно. Стали через сферы. Да. Это для другого случая, мы сейчас нет. Ну а как тут выбирать? Вы задаете тон, и следуем ему, в том бах, а оказывается не в том направлении. Или вы предлагаете... Нет, можно и так и на... Дать через связную сумму. Через связную сумму хотите определить? Длинный путь получится. Длинный путь, лишнее понятие. Ну давайте дадим определение связной суммы. Итак, операция, то есть надо дать определение операции, как по двум узлам построить третий. Сейчас, видите, какая будет окончательная теорема, что любой узел является связной суммой примарных, да? Нет, там будет теорема. Если два узла не сопряжены, то для примарного узла R в S2 на S1 выполняется следующее... Вот у нас 2, 2, 2, K, связная сумма R, K2, связная сумма R, K2, связная сумма R. Это вот последнее будет. Что-то как-то еще вы путаете? Нет, смотрите, Сергей Владимирович, можно, конечно... А, вы радуетесь за то, что в какой-то конечной теореме присутствует операция связанного суммирования, поэтому ее и надо определять. Конечно. Но с другой стороны, ведь мы можем операцию связанного суммирования определять не так, что из двух узлов собирается третий, а как бы с обратной стороны подойти. Если для узла существует сфера нетривиальная, то говорим, что он есть связная сумма. То есть не определять операцию связанную суммой, как из двух собирается третий, а что это свойство узла будет связанной суммой. Ну, левой рукой и справа. Да, это как бы равносильный подход. Кому что привычнее. Кому привычнее. Почувствую людей левой рукой и справа. Но, вот давайте... Нет, 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 тут не очень понятно. Надо попытаться написать обедение и смотреть. Но, смотрите, давайте попробуем дать определение операции связанной суммы узлов. Значит, для этого нам надо взять два узла и из них собрать третий. Да. Вот здесь тривиальная дуга к месту. Давай-давай, определяйте. А это вот зависит от автора статьи. Он суммирует только с узлами в сферах трехмерных или в любых многообразиях? Да нет, давайте попробуем начать. Узел К является связанной суммой узлов К1, К2 и из... Нет, именно так. Возьмем два узла. Давайте берем узла. Пусть у нас есть М1, К1 и М2, К2 два узла. Узлы, значит, ну вот в трехмерных многообразиях. Значит, выбираем по тривиальной сфере в каждом из них. С1 лежит в М1, С2 лежит в М2. Не сферы, а шары. Шары, да. Они ограничивают шары В1. Пиши сразу В1. Да, ну да. В1 лежит в М1, В2 лежит в М2. Первый пересекает по тривиальной дуге. Тривиальная дуга. Второй шар пересекает второй узел тоже по тривиальной дуге. Ну и тогда связанная сумма М1, К1 связана с М2, К2. Вообще, само это утверждение, В1 пересечить К1 тривиальная дуга, это было несколько бессмысленно. Почему бессмысленно? Потому что в пересечении всегда будет дуга. Но в шаре есть понятие тривиальная дуга. Так это тривиальная дуга в В1? В шаре, да, 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 в В1. Тривиальная дуга в В1. Ну в В1, а здесь тривиальная дуга в В2. Ну и чё? Ну всё. А почему так коряво купишь? Да ладно, эту буковку не дописал, не страшно. Это же устойчивое выражение. Да, 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 ладно. То это будет, значит, узел в связанной сумме М1 на М2, которая обозначается К1 связана с К2. Ну и понятно, как получается, вырезаем шары, склеиваем по гемоэморфизму сфер. Вот. Вот связанная сумма, пожалуйста. Может, у вас же многообразие остаётся всё время одно и то же, да? А вот я при этом и спрашиваю. Может, разве автор, я это и говорю, автор суммирует любые многообразия или только с трёхмерной сферой? Филипп, ну правую часть ты написал как-то. Ну чё? То есть это как бы будет, а это обозначение результата. Ты знаешь какая-то стука? Вот М1 связанная с суммой М2 совсем не обязательно привязана к выбранным шарам В1 на 2. Ну да. Это... Если уж ты их выбрал, то ты через них строишь конструктивно. Да. Затем М1, Абеницин, М2, там, по этим шарам как-то... Нет, понятно, что происходит. Вырезаем ещё риск или эго? Какое многообразие получается? Ну, для чего формулу пишешь? Чтобы... Чтобы... Чтобы конструкцию сделать явно. Чтобы словами М1, Абеницин, М2, там, объединяем. Так, Михаил Алексеевич, у вас непонимание здесь есть какое-нибудь? Или всё понятно? Мне понятно, что его запись корявая. Ну это важно, это дело вкуса. Так, так... Вот, да, так вот, автор разрешает ли брать в качестве второго многообразия что-то отличное от трёхмерной сферы или нет? Вот я вот тут думаю как бы... Потому что можно дать такое определение, ничего не мешает. Ничего не мешает, но сейчас речь идёт о построении... Нет, то есть у нас там речь шла о том, что многообразие предстоимое в виде суммы, там, примарные слога в тролливале. Значит, наверняка можно суммировать разные многообразия. Зачем думать писать? Я не знаю чего, но Миязаки точно говорит. Отсмотрим многообразие, да пусть дано многообразие. Всё. С ним больше ещё не делается. То, что вот эти суммируете... Это... А есть ли у него операция связанная с суммой именно в этой... в этом подходе с этой стороны? В вашем нету в нормальном подходе. Да это и есть... Подождите. Это ваш подход и не мой. Какой? Какой? Из двух собирать третий. Многообразие? Да. Многообразие с узлом. Мы их должны складывать. Вот... Вот такой объект, что складывать многообразие с узлом, это, по-моему, до меня ни у кого не было. До сих пор было только складывать с узлом. Так что давайте забудем. У нас многообразие фиксировано. Сделано вот из камня. У нас есть один экземпляр МК1 и есть МК2. Так что ли? Да. Понимаете, они в разных местах расположены. Кто? Узлы. Один в своём М, другой в своём М. Господи. Одно многообразие, два узла. Они в одном многообразии. Понимаете, что вы... В классическом случае вы о чём это делаете? Да, да. В классическом случае у меня они разные. У меня... Вот когда я суммирую классические узлы, связанные с умой, я беру один узел в своей сфере, другой в другой. Они не видят друг друга. Да, но это неправильно. Вырезаю и склеиваю. Можно словно. Значит, у нас связанное с уммированием конструктивно основано на разбивающих сферах. То есть мы отсекаем узлы, а заодно ещё и многообразие рассекаем на куски. Так у нас рассекаем на разные многообразия. То есть было исходное М, а рассекли уже какие-то два разных многообразия. Это М1 и М2. Можно сказать? Мы на самом деле с многообразием ничего не делаем. Мы работаем только с узлами в многообразиях. Просто Майдзаки в самом-самом конце статьи, он делает вывод, он говорит, значит, если наше, значит, согнутое, это примерное многообразие X содержит S2 на S1 как слограемое, то существует хотя бы один нетривиальный узел, который допускает больше, чем два примарных прослужения. Значит, S2 на S1 мы забыли пока. Пока оно нам не нужно. О них лучше не говорить. А что касается того, что там работает с одним узлом, у нас способ работы с узлами это рассекающая сфера. Сфера, она же рассекает многообразие, не только узл. Кто вам сказал? Ну, по аналогии с Шубертом. Любая сфера рассекает трехмерную сферу на шаре. Я настаивал, давайте вспомним нормальное определение, связанное с умом узлов классических. Можно пополнить. Так вы складываете разные сферы. В одной сфере пусть живем, а в второй нету. Нет, у нас способ работы с этими объектами, разрезание на куски. Это дурацкий способ. Вы сказали, давайте вспомним, давайте вспомним. Почему вы хотите дугой соединять их, что ли? Ну, это куда пойдет, дугой соединять? Я хочу... А что куда? Я хочу... Какой другой способ, кроме разбивающих сфер? Сейчас, давайте... Классический способ, он не такой, да? Ну, там... Сколько... Ну, давайте, давайте... Есть две дуги... И... И... Как сказать... Их сводим и разводим. Ну, хорошо, давайте я вам определю так. Давайте... Давайте... Я что-то вспомнил Матнурова. Он, когда я писал, что писал, он там три выдавал неправильное определение с адресным узлом. На этом погорел. Пусть многообразие найдется шар. Пусть многообразие найдется шар. А два узла там уже есть. Ничего, по углу пока я не говорю. Хорошо. И пусть есть один узел, который пересекает этот шар по дуге... Тривиальный или любой? Узел? Какой-то узел. А дуга в этом шаре? А? Дуга в этом шаре. Дуга тривиальная. Даже шар... Да, мантру есть сам как мантру, так и ошибаюсь. Тут вот пусть есть диск, который делит пополам. Одна половинка шара, другая половинка шара. А тут другой узел, который пересекает двух точек. Тоже по тривиальной пюке. Тоже по тривиальной пюке. Но в другой половинке. Да. Вот. Тогда мы берем тут и вот так соединяем. Ну, вот как я говорил... Как бы проталкивает, а потом... Что диск не проводили, что ли? Что могли дуги переплетаться? А пересекаться могут узлы? Ну, сами по себе же они могут пересекаться? Нет. Узлы не пересекающих, конечно. Ошибка перепутывания. Могут ли они пересекаться? Ошибка в чем была? Что мантеров диск не проводил? У него так было. У него, что пусть есть диск... Шарж. Ну, он на диаграммах рассуждал. Да. Пусть есть диск, пусть есть одна такая дуга, другая. Тогда вот, если мы вот тут соединим, то будет связанная сумма. Это неправильно. Потому что они так-то реально... Они как-то тут от еще взаимодействуют. Нет. Во-первых, это вообще не следует называть двумя узлами. Ну, сейчас я вспомню. А это надо называть компоненты зацепления тогда. Ну, вы можете два узла объявить зацеплением, пожалуйста. Нет, просто у нас по определению. Сейчас, зачем? Второй отличается зацеплением. Сейчас я вспомню, вот это вот, что-то не в порядке было. А, пожалуйста, пожалуйста. Он допускал такой случай, что вот это узел один идет, и он не говорит, вот тут вот, вот скажем, вот так вот, они где-то в стороне зацепляются, вот эти вот узлы. Этот узел, они зацепляются где-то в стороне. Тогда, когда мы проведем связную сумму, это не будет с клеем, это не будет связной суммой, которую мы хотим. Они не должны зацепляться. Может быть, я тут действительно... А, у вас с чего они не зацепляются? Сейчас, сейчас. У вас тоже зацепляются элементарно. А, это я, наверное, сам запутал. Сейчас вот шар. Да, что тут, вот. То есть, один узел должен здесь, другой здесь, а взаимодействовать только... Что-то я запутал все. Сейчас, поднимем. Нет, вместо ясного подхода, что каждый же у нас в своем пространстве, вы предлагаете их помещать в одно пространство, но в разные его половины. Вот что-то в таком быть хочу, да. А, вот еще не ясно, что... Тогда нам надо разобраться, что-то Мейзаки делал, а не что нам... Ну, это к докладчику вопросов. Нет, ну а как их разделять? Они, кажется, свежие... Многообразие их разделять. Нет, ну зачем нам так? Надо смотреть, что Мейзаки насочинял. А что мы будем делать? Сейчас, я, ну, пока я подумаю, вспомню сейчас. Нет, с другой стороны, можно же вот... Давайте все-таки договорим альтернативный подход из левой рукой и справа кармана, или откуда хотите, операция связанной суммы. Значит, что мы делаем? По-другому операцию связанной суммы определить. Значит, мы берем многообразие М, узел как в нем, как обычно. Вот. И пусть есть шар в М, который пересекает К по одной дуге. Такое, что пересечение Б с К это дуга в Б. Ну, не обязательно тривиально, любая дуга. Ну, что, вот у нас есть многообразие. Вот шар В. Узел его как-то пересекает. К. Не обязательно тривиально, по какой-то. Там что-то может запутано, еще что-то. Ну, многообразие все. Вот. Тогда мы, значит, делаем такое преобразование редукции. Редукция по краю этого шара. Значит, МК тогда мы разбиваем на два, на две компоненты. М1К1 и М2К2. Ну, на самом деле МК1 и С3К2. С3К2. Как разрезаем? Вырезаем просто и вклимем шары. С террелянными дугами. И говорим тогда, что... И говорим тогда, что К есть сумма Х1 и К2. Вот. Ну, это, я говорю, подход с задней стороны к этому операции. То есть не из двух узлов мы собираем третий, а один мы разбиваем на два. А почему именно из три? А потому что здесь же шар, поэтому когда мы... А почему шар обязательно отсекает шар? Ну, сфера обязательно шар. Мы взяли В, это шар. Да зачем это ограничивать? Ну, вот мы-то по определению такое взяли. Потому что... Значит, у тебя получилась некрасивость? Так о чем мы речь? Если докладчик вслед за Имиадзаки хочет, чтобы многообразие не менялось, значит одно из слагаемых неизбежно должно быть в сфере. И вот у нас получается всегда одно из слагаемых в сфере. Нет, ну у нас предпосылка М1, связанная слагаемые в сфере. Михаисыч, понятно, что вот этот подход, тот наиболее общий, и к нему и хотелось бы стремиться. Но докладчик и Имиадзаки рассматривают случаи, когда отрезаются куски в сферах. А многобратец всегда остается прежним. Поэтому вот такая несимметричная картинка. Это как бы несимметричная картинка раньше. Нет, докладчик, но зачем тогда было писать про связанную сумму? Да. А, е-е-е, вы вроде бы в начале этого... Нет, 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 нет. В начале была написана теорема, что такое многообразие разложимо в сумму приманки. Непонятно. А, это я тоже сказал, что это ни при чем, это мило. Нет, потому что если считать, что он суммирует многообразие, то что узлы, которые лежат в каждом своем многообразии, раз совершенно нормально получается. Да, и вот это вкладывается в этом концепции. Разрез одинокрусский и в каждом пуске свой выбор. Очень ничего не сформулирует. Не шар, говорите, а сфера просто лежит. Ограничивающийся шар. Почему? Если просто сфера, это будет вот это определение. Сергей Владимирович против этого определения. Я, говорит, не хочу его. Оно меняет многообразие. Что-то сильное. А здесь не меняется многообразие. Вот Эм остается прежним. Сейчас, давайте постулируем. У Миядзаки многообразие не меняется. Поэтому приеду с шаром тоже выбираться. Что там у Миядзаки? Это написано у Миядзаки. Так, а что именно это написано? Мы ничего не слышали. И тут какие-то... Почему? Вон говорят, что не меняется у Миядзаки. Может, дай формулировку и тогда... Вот, вот я дал формулировку. Что? Редукция по шару, а не по сфере. Как? Ну да, относительно. Мы самому Миядзаки должны подключить. Я, наверное, в киломассе... А что вы с собой с Сатюни взяли? А есть с собой... А давайте-ка я загляну. А лучше вон короблеву дамку. Чтобы он не кричал. Чтобы он не кричал. А что кричим? Вот, пожалуйста, три подхода. Два с половиной подхода. Выбирайте любой. Как? Только в любой брать нельзя. Давайте смотреть на ситуацию общее. Ну, действительно, потому что, например, на свету Солнца можно было написать просто... как сказать... М? Большой. Просто... Ну, чтобы, наверное, это сбилось. Просто М вместо вот этого всего. То есть оно может быть... Либо содержит вот эту вот компоненту, либо нет, в любом случае. Сразу так. В многообразии свойство содержать слагаемое с 2 на С1 и свойство содержать двумерную сферу, которая пересекает... двумерную неразбивающую сферу это одно и то же свойство. Тогда и только тогда. То есть, проще сказать, без слагаемых, а если многообразие содержит неразбивающую двумерную сферу. Ему казалось, что про связанную сумму нужно сказать, а если про связанную сумму неизбежно сказано, тогда тогда достаточно сказать, что М равно 0 или М больше 0. Чего М равно? Я говорю, что если про связанную сумму необходимо сказать, тогда... Про связанную сумму многообразие тут вообще не надо упоминать, она не нужна. Ну, вот вы с самого начала это не отменили. Хорошо сказано, дальше достаточно говорить про величину М. Ну, надо свои ошибки поисправлять и сказать. Отныне мы про многообразие... А то чья ошибка? Докладчик. Понятно. Потому что он не туда полез, не по теме доклада. Речь идет о узлах в одном многообразии, а он там с разной суммой рассказывает. Я сформулирую теорему единственности и теорему не-единственности. А вы пришли к единому пониманию сейчас или нет? Я хочу запутаться. Понятно, что такое связанная сумма, да? Да. Нет, нет. О каких узлах речь? Что-то... Да тут вообще так много написано. То есть объект не определили, но уже пошли. Нет, речь идет о узлах, конкретного многообразия. Мы пока не сказали, что связанная сумма. Да. Ну вот я что-то сказал, но что-то... Да вам самому бы понравилось. И понравилось, да. Нет, вот что-то раньше всегда говорили связанную сумму. Вот так вот продавишь... Потому что в трехмерной сфере это не важно. Все это эквивалентные подходы. А здесь начинают различия быть. Они как бы, ну... Обозримые все. Да. Теорема близкости формулируется следующим образом. Пусть Э примарные узлы из С1 на С2. Если материальный узел К в своем разложении на примарные слагаемые не содержит вот этого примарного узла, то данное разложение от смысла К будет единственным. И еще раз, есть ли узел К в своем разложении что? Ну, я буду сисывать сейчас, конечно. На обмене. Вы просто починали. Сейчас я просто перешу. Я бы складываются не шары. В общем, если примарное узел С1 на С2, то если узел К в своем разложении на примарные слагаемые не содержит узла, то и вот это его разложение на примарные слагаемые единственное. Но имеется в виду, что... R это конкретный узел или любой? R это любой примарный. А, действительно не шары, меняется многообразие. Ну, видите, одно из... Вот смотрите, вот, конечно, целопосреды, такие второстепенные, но вот R, узел ВС2 на С1. И дальше говорится о том, что узел К должен раскладываться на R и еще что-то. Значит, при редукции должны отщепляться узлы ВС2 на С1. Но если от чего-то отщепляется С2 на С1, значит, это что-то меняется. То есть, при отщеплении многообразие меняется. Значит, в обратную сторону... Что-то вы, по-моему, совсем не про то говорили. Я радуюсь за то, что все-таки вот эта концепция, вот, в то есть, на Горазе меняется. Не, теоремя единственности есть, говорит, что есть вот узел, и если в примарном узле нет такого узла... Понятно, с формулировкой разобрались. Нет, не разобрались. Здесь, по-моему, под узлом поднимается... Я спишу, что там есть как-то, С2 на С1, то есть в нем живут узлы, есть формулируются другие. Да. Я толкую не о формулировке теоремы, а я толкую о том, что эта формулировка намекает нам на то, что при суммировании узлов многообразие меняется. Ну, сколько можно говорить? Но Миязаки так не думает. Но намекает формулировка на это. Что он умеет? Если узел в С2 на С1 суммируется еще с чем-то, как это может быть, если многообразие не меняется? Он не суммируется. А, фон же, примарный. Написано, пусть Р узел в С2 на С1. Если узел К... Написано, пусть К, Р. Примарный узел в С2 на С1. Ну да, примарный узел. Дальше. Если К имеет... Примарное разложение, да. Узел имеет. Узел К. Вот мы его разложили, и там содержит... О формулировке речь не идет, она понятная. Не про формулировку сейчас речь. Не содержащий... А, нет, если какой-то узел К, другой... Ну, другой... Ну, Р или К, да. Другой К. Имеет примарное разложение, которое не содержит R... Да, блин, не знаю. Вот это вот... Да. Тогда это... Тогда это единственная по прямой Prime Decomposition для К. Ну да. Подразумевается, что некоторые могут иметь такой кусок. Да. Значит, связанную сумму допускают... То есть сейчас речь не о смысле формулировки, а на то, что она намекает в нашем подходе к связанной сумме. Вот это... Это самый интересный подход, который... Нет. Вот мы здесь нету... Пожалуйста, правильно тебе говорят. Вот вопрос о том, что... Когда примарное разложение, какая-то сумма. И что он буквально? Изъезжающая сумма может содержать слагаемое, которое сидят на С2 на С1, которое не сидят. А потом их идут по разному складываются дальше. Волос, вы не правы. Почему вы не правы? Потому что складывать узлы можно в С2 на С1. С2 на С1, конечно, содержится многообразие. Складывать узлы в С2 на С1, вот в этом слагаемое, можно не трогая, не меняя многообразие. Но если вдруг в наше примарное разложение узла К записался примарный узел Р отсюда, то К имеет единственное... Пускай, не об этом речь сейчас, не об этом речь. У нас сколько там до конца-то осталось? Полчаса. А? Полчаса? Но есть уже почти. Нет, почему? Поскольку свободная дискуссия, давайте я сформулирую все теоремы правильно. Вы опишите, как может связанным суммированием отсекаться узел вот этого С2 на С1? А, вот, точно, да. Смотрите. Давайте с определением начнем. Филипп, хватит этого. Почему хватит? Мы не определились с определением связанной суммы. Я предлагаю вот это определение. Но Сергей Сергеевич предлагает вот это определение. Он не дал об этом посмотреть. Нет, предполагается вот эта статья. Вы готовы сформулировать, то не дадут определение? Вы пока диспутируете, а я посмотрю. Это вот здесь, вот смотрите, вот где-то в этом седьмином. У тебя помнится определение связанного суммирования? Да. Скажи, определение из статьи. И вперед. Это определение из статьи. Вот сейчас Сергей Сергеевич прочитает. Вот из этой статьи. Если бы не конкретно, ну отдельно, о определении связанного суммирования и редукции узла по сфере, то там... Про связанное суммирование в этой статье что написано? Речь идет про эту статью, а не про другие. Про другие мы сами расскажем, сколько хочешь. Про эту. Я бы вот так вот выдавал. Что понимает автор? Вы классика, говорит, Филиппом читали, мы, говорит, знаем, как давайте включить. Шуберт, а на немецком? Спасибо. А что? Какие-нибудь классики. Полно разных. Сергей Владимирович читал Шуберта? Явно на немецком. Ну да, конечно. А он же на русском есть, Шуберт. Ну переведен был довольно давно, он был в этих... по Монтоле в успехах тоже. Зачем читать Шуберта? Не знаю. Вы Шуберта не называли. Я Шуберта не называл, вы называли Шуберта. Сергей Владимирович назвал, я повторяю за ним. Я классик с вас. Как бы подходы все ясны. Надо просто софиксировать какой-то, ему следовать. Вам разные подходы ясны. Да. Такой и другой, вот по сути их два. Надо сначала выбрать подход. Надо понять, какой выбор у меня язык. Да. Это докладчик должен объяснить там. Он не знает. Я просто рассыпал весь спектр возможностей. Да. Но ты сам понять не значит не можешь. Не могу. У нас же там так невнятно написано. Александр, подтвердишь невнятно? Добрый секунд. Ну вот это N1, A1, N2, A2, F. Что это такое? Ну F это... Гомиоморфизм. А N1, N2 это шары или нет? Или что это? Это за первое слово. А вот по-моему это те. Ну я мало что-то. Дадим? Ну... Пусть. Пусть. М одинаковые. Погоди, напиши где-нибудь вон там, в той части зеленой. Нет, смотри. Н одинаковые везде. К1, то скобка. Ну надо описать процедуру. Как тогда из двух узлов собрать третий? Ну вот в определении значит. Поним. Это только начало. Еще что-то н-нибудь подняло. Хорошо, хорошо. Сказки какие-то. Да, еще сказки. Там же можно через эти шары, соединяющиеся. Узлы должны лежать по разной стороны от чего-то. Чтобы не пересекли, не запутываться. В основном они лежат. И по разной стороны от чего они должны лежать? От сферы? Взяли шар, который задрагивает один, а второй. Объютри него, соединяем его. А сами узлы любые. Это будет вот проблема мантрова. Ловушка мантрова. Нет, результат связанного суммирования зависит от способа. То есть я с фактически ленточкой соединяю. Потому что ты закончил на сегодняшний день. Видите, что-то Володя пишет. Вот давайте. Филипс Виши обсуждает. Уважайте людей, которые что-то делают. Если фактически перенесет информацию на глосс, можно будет осуществить. Нет, я бы их оставил. Видишь, можно догадывать. Цена 1, а 1 или не цена 2. Это значит, К1, К2 это окружность. Сейчас я все обозначения, а потом укажу, что-то появится. Я просто не вставлю. Сохраняющая ориентацию в номер 5. Гумеоморфит. Гумеоморфит. Значит, здесь N это трёхмерное многообразие. Сохраняющая ориентация в номер 5. Ну а почему N1? Да, мы говорили чуть раньше, что N от К это регулярная окрестность, N это трёхмерное многообразие. D, N это не полный? Тс в квадрате. Фу, сфера. Что я не танцую? Нет, у тебя есть N с номерами, N1, N2. А здесь N без номера. N это многообразие со сферическим краем. Два многообразия со сферическим краем. Нет, когда использованы N1, N2, а ты объясняешь, что N без номера. Тогда дуга в нём. Тогда это будет вот это вообще не в нём, а в нём. Ну это получается окружающий узел многообразия. Поэтому N1, N 2 нет. А что за окружающие узел? Это выполнение регулярной окрестности? Нет, да тут вообще регулярной окрестности ни при чём. Было при чём, ни при чём. Это N1. N2 минус B это 2. Это N2. Но это тогда меняется? Тут ещё чуть-чуть раньше. Значит, парой N, A, где N трёхмерное многообразие, называется дуга. А здесь, это ориентированный интервал, корректно вложенный в N. А N с краем или без краем? N со сферическим краем было раньше написано. N со сферическим краем, A дуга собственная. А, A1, T, R, L, N. Юноч, может всё-таки остановимся? Что там написано? Похоже, что вы правы, что тут складывается всё-таки многообразие с узлом. Ну, разбираться надо. Ну да. Давайте я сформулирую теорему. Давайте я сформулирую теорему. Нет, ну, в главную гирку там написано M, A1, M, A2. Давайте, действительно, оканчивать пора. Я сформулирую теорему по модулю по определению связанной суммы. А что за тряпку вы сделали? Это не надо её стирать. Кто её туда положил-то? Она всегда там лежала. Её никто не брал. Не надо искушать чёрт, положить тряпку. Это всё кораблёв в финанс. Значит, пусть есть многообразие M. Трёхмерное. Значит, узлом M называется простая данная церевая. Понимаете? Значит, про узел можно... Значит, там есть операции, связанные с суммой, что это такое, если бы не запутался. Можно уже складывать. Ну, всё-таки многообразие одно или разное? Вот здесь многообразие, вот там... Нет, одно многообразие или... В этом-то у нас и заметно, да? В этом же дело, да. Многообразие меняется или нет? Сложение узлов многообразия, что это такое? Это узел в том же многообразии? Или всё-таки в другом? Нет, ну, что-нибудь, что-нибудь давай послушаем. Либо одно, либо второе, неважно. Отлично. Что-нибудь расскажите. Так вы мне не даёте сказать. Да вы замягиваете этот пример. Сейчас, 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 подождите. По модулям это суммирование, я не помню, не знаю. Сейчас это суммирование... Скорее всего, меняет многообразие или не меняет? Но, значит, про узлы можно ставить следующие вопросы. Вопрос номер один. Значит, является ли узел... Можно ли его разложить в сумму примарных? Допускает и существует ли примарное разложение? Такого вида? Связанную сумму. Допустим, что такое связанную сумму, мы понимаем. Ну, либо пара, либо узел, все-таки. То есть, тут это... Один из этих случаев. Чего? 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 Что надо вам? Хочу узнать это загадочное связанное с миром. Ну, я вот приду домой, возьму статью, разберусь и доложу. А вот вроде уже Володик там написал... Да ну ладно. Понятно. Осталось только... Ну, не важно. Ну, думайте, что оно то. Я общую схему пока, потому что мы... Вот. Пусть есть... Значит, существует ли примарное разложение. Вопрос номер два. Единственное ли оно? Да. Вот эти два вопроса. Но Язаки дает ответ на этот вопрос. Значит, на первый вопрос... Как он знает ответ после всей дискуссии? Нет, общий ответ отрицательный. Общий ответ отрицательный. А когда он отрицательный, когда положительный? Так вон была же теорема сформулирована. Нет, теорема единственности была. Оказывается, если существует неразбивающая сфера в нашем многообразии, неразбивающая, ну, неразбивающая на два куска, то тогда такого разложения не существует. Это вот, по вашим ребятам, что там можно окручивать. Теперь, если существует... Если такой сферы нету... Сейчас объясню, что если узел... Ну, сфера-то может и есть, но узел где-то там в стороне гуляет. Тогда разложение есть. Это и вторая часть. Тогда разложение есть. Сейчас, подожди, нет. Да, да, прав, 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 Володя. Значит, пусть есть узел снова. Если имеется сфера, которая пересекает его в одной точке, то разложения нету. Володь, понятно, да? То есть, это в первом случае всё-таки вот эта сфера в одной точке пересекает? Нет, существенно, если она не пересекает, она уже... Сейчас, я вам скажу так вот. Пусть есть узел К. Значит, если найдётся сфера, пересекающая его в одной точке, то тогда разложения не существует. Понятно. Так. Но сначала так. Где там? В статье. В статье я читал, а вы не читали. Второй вопрос. Значит, узлы, которые пересекают какую-то сферу в одной точке, их неинтересны. Сейчас ответ отрицательно на первый вопрос, да? То есть не существует разложения. Или что? Сейчас, ну вот, ещё раз. Пусть есть узел К. И есть сфера, пересекающая его в одной точке. И есть сфера. Тогда? Тогда разложения нет. А, разложения просто нет. Разложения нет. Хорошо. Пусть есть узел К, и такой сферы нету. Нет сферы. Тогда вы ожидаете, что тогда разложение есть. Правильно. Тогда разложение есть. Но тут возникает следующий вопрос. Это первый, второй, третий. Единственно ли? Ответ тут хитрый. Ну-ка скажите, какой? Вот среди компонентов. Ну, давайте ократко закончить. Ответ такой, что тогда, значит, обложение есть, и оно единственно с точностью до несложной операции, которую мы тут опять надо описывать. То есть с помощью, там вот фигурирует R, узел, узел R, и вот их разрешаете переставлять. Чуть непонятно. Это вот, третий пункт, это уточнение пункта 2? Продолжение есть, да? Это ответ на вопрос. Не уточнение, это развитие. Развитие пункта 2. Единственное, если нет плохой сферы. Единственное, это разложение. А вот эта буквочка R, она именно при наличии плохой сферы? Нет, R не причем. Нет. А, написали ведь? Продолжение чего? Только что стерли. Уходит. Миш, ну ты статью видел 30 секунд и уверен, там что-то заменяешь. Докладчик теорему сформулировал. И вы ее, кстати, прочитали, Евгений Торчевич. Еще раз, если сфера есть, то разложения у узла нет. Если сферы для данного узла, пересчитающего в одну точку, нету, то тогда разложение есть. Вопрос, единственное ли оно? Ответ, оно, вообще говоря, не единственное, но любые два разложения связаны, четко описанными операциями. Вот это вот с переставлением каких-то вот этих. Это сложная операция. Я до конца говорил так. Да, да, да. С помощью замены чего-то там, какого-то, 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 какого-то трехполагаемых. Нет, то, что я успел прочитать, там ключевую роль играет буквочка 1, и она привязана к пункту 1. Нет, один им не привязан. Определение с окружения нашел в статье? Могу привезти его здесь? Да, она сложная такая-то самая. Да ладно, неповерная. Ну, в общем, дискуссия получилась интересная, доклад интересный. К вам пожелание, вы много лишнего начали. Че? Зачем С-1 на это?